Владимир Фисенко, политолог, присоединяется к нам. Приветствую вас, Владимир Вячеславович. Добрый вечер. Звонок Шольца, конечно, мы все обсуждаем все эти дни. Если так попытаться понять, что его подвигло на это? Внутреннемецкая ситуация или все-таки глобальное место Германии в европейской безопасности и место в целом в той ситуации, которая сейчас разворачивается? Вы правильно упомянули о том, что в Германии правительственные кризисы, кризисы уже определена, пока еще неформальная дата внеочередных выборов. По сути, Германия быстро входит в предвыборную ситуацию. И, на мой взгляд, вот этот звонок Путину, который, правда, действительно согласовывался, вот предупреждал Шольца и нашего президента, и своих партнеров европейских, и, думаю, США он тоже предупреждал об этом звонке. Он готовился еще где-то со второй половины октября. Шольц явно пытается подстраиваться под внутриполитическую конъюнктуру в Германии. Часть немцев боится эскалации войны, расширения масштабов войны. И Шольц, возможно, пытается использовать вот эти настроения части немецкой публики как свой предвыборный ресурс. Поэтому, на мой взгляд, главный мотив для этого звонка, конечно же, внутриполитический. Потому что каких-либо дипломатических, внешнеполитических предпосылок для разговора с Путиным на данный момент нет. Единственное, что, может быть, подтолкнуло Шольца к этому звонку дополнительно, это победа Трампа на выборах в США и то, что Трамп собирается начинать переговоры о завершении войны в Украине. Возможно, это также стимулировало Шольца. Он решил, что внешняя конъюнктура тоже подходящая, поэтому надо действовать. Поэтому все-таки мотивы главные внутриполитические. Но победа Трампа в США стала дополнительным фактором, таким своеобразным катализатором для действий Шольца. Ну и, кроме того, он, видимо, решил, что сама по себе вот эта ситуация, и даже вот сам факт разговора с Путиным будет таким хорошим, громким информационным поводом. Привлечет внимание к Шольцу, что также можно использовать во внутриполитической конъюнктуре. Ну, еще один мотив добавлю. Возможно, выбор даты для этого разговора, он еще был связан с тем, что грядет саммит Большой Семерки. Прошу прощения, грядет саммит Большой Двадцатки в Бразилии. И там будут все влиятельные мировые лидеры, и можно вот эту миротворческую комбинацию продолжать разыгрывать дальше. Сначала разговор с Путиным, ну а в Бразилии можно поговорить и с Си Цзиньпином, а, возможно, с кем-то еще. Вот Эрдоган тоже начал выступать с миротворческими инициативами. Вот и Эрдогана можно использовать с этой целью. Так что это конъюнктура, политическая конъюнктура, но, к сожалению, последствия вот таких конъюнктурных действий прям противоположны. Шольц вроде бы хотел говорить о мире, сохраняя, конечно, внешнюю принципиальную позицию. Вот в заявлении нашего МИДа сказано, что Шольц формально не выступил против украинской позиции, защищал украинскую позицию и осуждал агрессивные действия России. Но в итоге, что по факту? А по факту на следующий день Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, после этого удары ракетные по Сумам, по Одессе, многочисленные человеческие жертвы. Вот ответ Путина. Поэтому, если западные политики пытаются говорить с Путиным о мире, без надлежащего силового давления на него, то ответом будет только усиление агрессии. Вот этот урок надо, в конце концов, выучить. А то, что Шольц, комментируя свой... он много дает комментариев, пытаясь объяснить, зачем он звонил в Кремль. Он сказал, что важно было понять, что позиция Путина не изменилась. Вот этот сигнал, насколько важно, что он это говорит сейчас по итогам беседы. Слушайте, то, что позиция Путина не изменилась, это было понятно и без разговора Шольца с Путиным. Но достаточно почитать или послушать, посмотреть публичные заявления и самого Путина, и заявления министра иностранных дел России Лаврова, чтобы понять. Ничего не поменялось в российской риторике, в том числе в их позиции по отношению к войне с Украиной. Наоборот даже, вот как только проявляется какая-то миротворческая активность, мы видим, как Россия на нее реагирует. Ультиматумы начинают выдвигать. Для того, чтобы понять, что позиция Путина не изменилась, не надо было ему звонить. Можно было послушать выступление Путина на так называемом Валдайском форуме, где он также высказывал свою позицию, которая практически ничем не отличалась от того, что было раньше. Да, были, может быть, новые комплименты в адрес Трампа, такое некоторое заигрывание с Трампом. Но во всем остальном антиамериканская, антизападная риторика, агрессивная позиция по отношению к Украине, все это осталось прежним. Так что даже странно слышать от такого опытного политика, как канцлер Шольца, что он хотел понять, изменилась или не изменилась позиция Путина. Я думаю, что это лишь формальное оправдание своих действий. Вот он разыгрывает определенную политическую карту. Ну, как вот говорят политтехнологи, выбрал для себя позиционирование предвыборное и действует соответствующим образом в рамках этого позиционирования. Но для публики надо найти какие-то оправдания. Оправдания не циничные, что он к выборам таким образом готовится и ради этого готов, скажем так, совершать очень сомнительные действия. Нет, надо было найти какие-то более весомые оправдания. Но оправдания эти выглядят, честно говоря, неубедительно и неуклюже. Также в пресс-релизе относительно этой беседы телефонной и на сайте Кремля, и на сайте Бундесканцлера говорится о том, что обсуждалась ближневосточная тема. И Путин о чем-то информировал Шольца. Конечно, мы все сосредоточены на Украине, но говорили они и о двусторонних отношениях. И вот почему там Ближний Восток всплыл в этой беседе? На самом деле тема Ближнего Востока и войны между Израилем и палестинцами, тема, которая уже год в повестке дня всего мира и зарубежных лидеров, она обсуждается наравне с войной между Россией и Украиной. И как только возникает очередной всплеск этой войны, либо возникает ситуация расширения ее масштабов, как это было недавно, я имею в виду обмен воздушными ударами между Ираном и Израилем, и, соответственно, усиление напряженности на Ближнем Востоке. Конечно, это вызывает обеспокоенности в Европе. Ну, есть еще и дополнительные поводы. Пусть не прямо, но очень заметно, иногда и слишком громко. Вот этот конфликт между Израилем и палестинцами, он отдается и в Европе. Недавний скандальный, я бы сказал, даже чересчур скандальный инцидент Нидерланда, где местные болельщики, скорее всего, мусульманского происхождения, ну, именно мусульманского вероисповедания, но выходцы из стран Ближнего Востока, которые там проживают, напали на израильских болельщиков. Это выглядело просто жутко, и это напомнило многим европейцам о ситуации, которая была во времена Гитлера. И это стало таким очень тревожным сигналом. То есть в Европе еще информационная ситуация сейчас такая, которая привлекает внимание к теме Ближнего Востока. То есть она связана еще отчасти с внутриполитическим контекстом. Поэтому Шольц, а в Германии эта тема, кстати, тоже достаточно актуальна, Шольц, естественно, решил использовать эту тему, опять-таки, чтобы продемонтировать себя в роли миротворца, чтобы попытаться убедить Путина, чтобы тот надавил на Иран и на Израиль, способствовал миру на Ближнем Востоке. Нашел, кого использовать. Потому что Путин, и об этом очень много публикаций, исследований, в том числе, кстати, и в самой Германии, Путин как раз заинтересован прямо в противоположном. Путин не к миру стремится, не только в отношениях с Украиной, тут он человек войны, это давно понятно, но он стремится разжигать войны и в других регионах мира. И это специально для того, чтобы, во-первых, отвлекать внимание от войны с Украиной, а во-вторых, для того, чтобы дестабилизировать международную ситуацию, отвлекать внимание и США, и Европы, расфокусировать это внимание, чтобы они не были сосредоточены только на помощи Украине. Поэтому уговаривать Путина, чтобы он тоже помог прекращению войны на Ближнем Востоке, ну, это смешно. Знаете, это все равно, что уговаривать хищника перестать убивать других животных. Поэтому выглядит это, честно говоря, несколько наивно, но опять-таки это отвечает целям политического позиционирования Шольца перед выборами. Мы успеем еще обсудить один аспект. Слова словами, телефонные звонки звонками, а есть дела. Тем временем, Свободная Демократическая партия Германии может вынести на голосование в Бундестаге вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет «Таурус». Об этом в интервью СМИ заявил лидер фракции Кристиан Дюр. Он напомнил, что его политическая сила и раньше выступала за передачу дальнобойного оружия Киеву. Однако канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отвергал это предложение. Мы все, Владимир Вячеславович, обсуждаем в последние дни решение Байдена, решение Великобритании, Франции. Где Германия в этом списке? Ну, Германии пока нет. Для меня ключевое слово «пока». Я не думаю, что Шольц согласится на подобное решение, опять-таки потому, что он для себя избрал такое позиционирование. Выступать в роли миротворца, как бы не способствовать, как он говорит, эскалации войны. Это отвечает его предвыборным интересам. Хотя пока вот даже по данным немецких политологов особой пользы Шольц это не принесло. Заигрывание есть вот с той частью немецкой публики, которая боится войны, либо не хочет более активного участия в Германии в давлении на Россию. Но значительная часть этих избирателей, они на Шольц ориентированы. Они поддерживают либо альтернативу для Германии, либо немецких левых, которые имеют скорее пропутинские позиции. Поэтому я думаю, что эта ставка тоже не очень выгодна и не очень эффективна для Шольца. Но он пытается, пытается расширить свою электоральную базу. Поэтому я не надеюсь и не уверен, что Шольц пойдет на такое решение. Он давно уже себя проявил как такой, знаете, оппортунист. Вот он, да, он, слава богу, все-таки он поддерживает европейскую солидарность и в санкционном давлении на Россию, и в поддержке Украины. Германия много сделала, надо дать должное для поддержки Украины. Германия вторая по объемам и военной поддержки Украины, и лидер по экономической поддержке нашей страны. Но это позиция коалиции, а не только Шольца. И Шольц вынужден был считаться с этой позицией. Кстати, и в самой сталдемократической партии Германии тоже эта позиция активно представлена. Поэтому Шольц это вынужден учитывать, он балансирует. Но вряд ли он пойдет на то, чтобы дать Таурус, да еще во время избирательной кампании, и когда за это выступают оппоненты Шольца. Так что здесь опять-таки будет предвыборное позиционирование. Но вот после выборов, после выборов в Германии, я думаю, ситуация может измениться. И лидер христианских демократов, партия, которая сейчас лидирует в предвыборной гонке, поддерживает идею по Таурусу. Он даже грозит Путину ультиматумами. Немножко так в стиле Трампа, тоже про 24 часа. Но, тем не менее, оппозиция достаточно жесткая. Скорее всего, пока она предвыборная. Но, тем не менее, христианские демократы действительно последовательно поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. И в том числе и в вопросе о дальнобойных ракетах тоже. Они скорее за. И партнеры Шольца по коалиции также считают, что надо менять вот эту устаревшую позицию. И надо, в конце концов, идти навстречу Украине. Надо усиливать давление на Россию. Именно это является главным способом принудить Путина к миру и к реальным переговорам. Но Шольц здесь вряд ли изменит свою позицию. Поэтому у меня по поводу Шольца особых надежд нет. Спасибо вам, Владимир Вячеславович, что вы вспомнили Фридриха Мерца. Председателя христианской демократической партии ХДС. Но не надо забывать, что в 18 лет председателем ХДС была Ангела Меркель. Тоже надо это держать всегда в голове. Спасибо вам большое, Владимир Вячеславович. Можно одну реплику? Да, да, пожалуйста, конечно. Я с вами согласен, но все-таки отмечу в этом контексте изменения, которые произошли в Германии. Ведь вот мы про Шольца говорим, про его определенный оппортунизм. А ведь был все время лидером этой партии, канцлер МФРГ Шрёдер, который просто перешел на сторону России. Сейчас уже мы видим прогресс и изменения. Кстати, другой лидер СДПН, Писториус, министр обороны, он активно выступает за военную поддержку Украины. И у христианских демократов. Они выучили, мне кажется, тот урок, который был при Меркель, раскритиковали ее позицию. И сейчас занимает все-таки более принципиальную, более последовательную позицию в поддержке Украины. Кстати, она тут книжку написала. Будем ждать впервые выступить с таким подробным анализом своего огромного канцлерства, пока она уклонялась почти все эти годы от интервью. Что ж, интересно, что расскажет. Но это тема следующей нашей с вами беседы. Спасибо огромное, Владимир Вячеславович. Как всегда, рад вас видеть. До встречи. Владимир Фисенко, политолог, был гостем этой части эфира. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова